Сегодня мы будем говорить об искусстве 2000-х. Это очень интересный и сложный период, который дает нам право и дает нам очень большие надежды на то, что наше искусство наконец-то вольется в международный контекст и станет интересным не только внутренней ситуацией, не только показательным для какого-то среза современной украинской культуры, но и будет представлять нашу страну на международной арене. И в любом случае в 2000-х стало понятно. Вчера я знаю, что вы слушали лекцию про украинское искусство, которое родилось в конце 80-х годов, актуальное искусство, когда появился новый язык, новые художники, молодое поколение пришло и низвергло какие-то базовые вещи, которые на протяжении очень многих десятилетий утверждались. И бытование искусства происходило в определенном ключе, который задавался властью и тем режимом, который существовал на нашей территории. И вот эти новая волна, позже художники новой волны, которые были названы, они поменяли язык искусства, полностью изменили, утвердили какие-то постмодерные принципы, утвердили новое видение, новое понимание, как-то обозначили тот разлом, который происходил в мировоззрении человека этого времени, 90-х годов, этой эпохи. И в 2000-х произошла фактически легитимация этого направления, этих художников. То есть они существовали долгое время, вот все 90-е годы, и вот еще это продолжалось в самом-самом начале 2000-х. Но по большому счету Оксана Баршинова, которая вчера читала вам лекцию, в 2009 году, будучи куратором Национального художественного музея, сделала очень знаковый, очень важный проект «Новая волна», и где все эти художники, о которых шла речь вчера на лекции, они попали в музейные стены и получили там свое признание. То есть это очень важный жест, очень важный этап, но он знаменовал собой то, что это поколение уже ушло на полку, оно уже заняло свое место в истории искусства, и теперь нужны какие-то новые силы, какая-то новая энергия, новая жизнь для того, чтобы наше искусство продвигалось и выдвигало какие-то новые идеи, новые концепции. И, собственно говоря, об этом сегодня и пойдет речь, о том, каким образом, какие проблемы решаются новым поколением художникам, как они решаются и какие задачи ставит перед собой искусство. И если говорить об этом поколении, которое традиционно считается уже, потому что есть уже некая история, есть уже некая летопись этого искусства, то оно пришло на волне революционных событий 2004-2005 годов и было связано именно с вот этим каким-то освободительным или сдвигом именно в социальном пространстве, в каком-то историческом контексте. И для того, чтобы понимать, что просто из вот этой энергии революционной в искусство может влиться новая струя, с одной стороны, с другой стороны, она должна каким-то образом на что-то одеваться, она должна откуда-то питаться, и какая-то традиция у нее все равно должна быть, какая-то база. И этой базы как раз и нет, потому что все те художники, о которых мы говорили вчера, и на плечи которых можно было бы опереться, и опыт которых можно было бы привнести, они не стали преподавать в академии, они не вышли, да, они не... Они, как говорит Александр Ройбурд, наша история искусства, она передается из уст в уста. То есть не было написано историю украинского искусства, новейшего украинского искусства, которое бы, ну, получило, да, какое-то такое очень признание и статус. Первая выставка, как я уже сказала, произошла в конце 2000-х, да, в 2009 году. А вот когда только появилось это движение, то перед художниками стояла задача самообразования, самоутверждения и нахождения самостоятельно каких-то путей, потому что кризис образовательных систем в художественном пространстве, он очень ярко себя обозначил. И он до сих пор продолжается, потому что, несмотря на то, что какие-то сдвиги происходят, и эти художники получают признание, но в систему образования и на государственном уровне это пока еще не входит. Один из выдающихся искусствоведов XX века, Энс Гомбрих, в своей популярной истории искусств, сказал, что такой вещи, как искусство, вообще, ее не существует. Есть художники, которые... и есть произведения. И вот этот бесконечный их взаимодействие и выражение, попытка отразить в произведении какие-то, зафиксировать какие-то вещи, они складывают ткань искусства. И какое же поколение сегодня художников, что их волнует, каким они видят свое искусство и какие задачи они перед собой ставят. И в этом, собственно, и есть наш сегодняшний вопрос, на который мы сегодня будем пытаться ответить. Итак, что же касается традиций. Почти все художники, о которых пойдет речь, они все-таки точно так же, как и более старшее поколение, получили образование, да, потому что, как я уже говорила, это некий профессиональный выбор, это некий жест, это не просто... быть художником, это не игрушки, это не просто предаваться творчеству и любить создавать какие-то красивые произведения в свободное время. Это жизненный выбор. Поэтому образование обязательно нужно. Любой человек, это профессиональный человек, он понимает это. Но традиция, да, она накладывает свой отпечаток. Каким же образом эта традиция преломляется, да, в нашем контексте? Алина Якубенко — это художница вот этого как раз поколения. И здесь в ее работах, просто таких, на самом деле, работ очень много подобных, да, но виден очень важный момент — это некая попытка в живописи схватить, зафиксировать реальность, зафиксировать какое-то событие, очень мимолетное, да, такое, ускользающее. И это такие слайды, то есть потому что выстраивать какую-то историю и быть нарративом, то есть встраивать в изображение какой-то нарратив, чем занималась живопись на протяжении долгого времени, пытаясь донести какие-то глубинные смыслы. И все, что мы видим вокруг, и там, пока мы шли до этого зала по этому прекрасному музею, то мы можем раскрыть, да, любое произведение, мы можем докапываться до глубин, да, от тех, которые, до слоев, которые там художник заложил. Здесь этих слоев уже нет. Они, тут все, что изображено, изображено на поверхности, и нам остается только считывать это, причем это может мелькать как слайды, и это все равно будет передача некого состояния больше, чем каких-то содержательных моментов. Но искусство не может без содержания. Куда же это содержание уходит? Если говорить о живописи вообще, то этот проект в 2006 году был сделан Никитой Каданом, одним из самых влиятельных, наверное, молодых художников. Назывался он Silent TV, то есть «Немое телевидение». И здесь обозначилась тоже некая такая тенденция, которая очень хорошо вообще фиксирует и показывает нам, что живопись в современном мире, она несколько несостоятельна, она не может решать те проблемы, которые на сегодняшний день стоят перед искусством. Прежде всего потому, и этот феномен искусствоведы уже назвали как постмедийная живопись. И он говорит об этом так, что мы существуем в некой медийной реальности. В этой медийной реальности нас постоянно атакуют какие-то образы, какие-то смыслы, реклама, все, что льется на нас потоком из телевидения или из интернета. И это бесконечное умножение вот этих вот визуальных каких-то нагромождений визуальных картинок. И в этом потоке живопись может себя спасти, может себя как-то вытащить буквально за волосы, только когда она опирается на традицию, только когда художник, он понимает и держит в голове то, что то, что он сейчас пишет на холсте маслом, такой традиционной, в традиционной манере, кисточкой, что точно так же до него делали все на протяжении очень долгих лет, начиная с эпохи Возрождения, художники, пытаясь создать произведение. И вот эта традиция, которая хранится в памяти почти на генетическом уровне в этом произведении, она и возводит его на какой-то другой уровень. Она вырывает его из вот этого ряда бесконечных визуальных знаков, которые нам транслируют все вокруг. И вот это его обозначение, которое он говорит, что мне дают некачественное экранное заявление, а я его перевожу в качественную живопись. Живопись становится иллюстрацией. А контекст в этом случае — это медийное поле, из которого я беру образы и оперирую ими в своих работах. Фактически, вот только вот это понимание непрерывности и преемственности, которое есть в истории искусства и на которую делается ставка, она и сохраняет, позволяет живописи сохранить и быть той зоной, в которой еще возможны какие-то эксперименты. Тем не менее, в традиционные техники для современного искусства они уходят на второй план. Это очевидно, это понятно, это доказывает вся практика искусства XX века. И, наконец-то, эта тенденция начинает утверждаться и в украинском искусстве. Это происходит только благодаря вот этому молодому поколению, которое пришло в 2000-х. Это новый подход. Они продолжают, безусловно, будучи художниками, получив какое-то классическое образование. Они не могут отказать себе в удовольствии пользоваться этим медиумом. Тем не менее, то, как они им пользуются, это уже совершенно другая история. Потому что, например, вот этот проект, проект «На поверхности», тоже последний проект Никиты Кадана, напоминающий и отсылающий нас к супрематизму, и к авангарду начала века, к Малевичу с его выходом в беспредметное. Тем не менее, когда мы присматриваемся, мы видим контуры, еле обозначенные контуры города, которые есть на заднем плане. А вот эти вот беспредметные, казалось бы, плоскости, это рекламные щиты, которые нагромождаются и которые заполняют собой наше жизненное пространство и которые нам транслируют какие-то, навязывают какие-то идеи. И фактически они становятся той средой, в которой мы существуем. Мы уже не можем на них не реагировать, мы смотрим на них как на некие пятна. Вот этот, это тоже некий такой прорыв, то есть реальность, которая является собой, то есть беспредметная, которая прорывается в реальность. То есть вот этот белый бигборд, который Никита, этот образ, который он увидел, подсмотрел в действительности, где он ехал по трассе, и был ряд из подобных бигбордов, на которых не было ничего. Они были белыми, пустыми, и это были как такие сквозные окна в реальности, в зримом пейзаже, которые абсолютно в исчлении и являли собой ничто. И увидеть это может, конечно, только художник обратить на это внимание и таким образом переведя в живопись, показать что-то, чего мы не замечаем. Еще одна, то есть фактически, да, живопись, она становится непросто, здесь уже не рассказывается некая история, туда не запаковывается нарратив, а здесь она сама по себе является неким знаком, неким знаком, который за собой скрывает множество каких-то слоев. То же самое делает Элесия Хоменко, потому что здесь тоже не в этой живописи, которая подражает языку соцреализма, вот этому, которому ее очень хорошо обучили в академии, и которым она, конечно, безукоризненно владеет, она его подчиняет совершенно другим нуждам. Это тоже некий знак, некая критика на то, каким образом сегодня осваивается пространство Карпат, такой удивительный регион, в котором сегодня появляется, это превращается в курортную зону, он лишается своей какой-то природного, такого натурального, привычного вида, и там появляются какие-то дополнительные элементы, которые совершенно чужды этому пространству, которые она заключает в такие, в такие какие-то пласты, которые она сталкивает между собой, и которые чужды друг другу по своей природе. То есть это не некая история, это знак, знак некого смысла, который можно вскрывать, о котором можно говорить, который можно дальше транслировать и развивать. Такая еще одна привычная форма, то есть королева искусств была всегда живопись, вторая такая традиционная техника, это объекты, скульптура, то есть вот эта работа с формой. И здесь у скульптуры, на мой взгляд, более широкая, не традиционной скульптуры, которая имеет дело с человеком, с пластикой, с телом, а именно у объектов, которые имеют дело с пространством и вписанностью в некое пространство, мне кажется, намного больше шансов развиться, потому что вот в этом, когда мы находимся в ситуации тотальной медиальности, где нас окружает множество экранов, множество каких-то потоков информации на нас льется с этих экранов, то материальный мир, он приобретает очень большую важность. И вот этот компенсаторный механизм, он срабатывает таким образом, что предметный мир, он становится еще более важным на тактильном уровне, на осязаемом уровне, то есть нам очень важно его осваивать в нашей реальности, то есть вот это деление на виртуальное и реальное, оно все больше происходит, и поэтому материальный мир требует обустройства более продуманного, то есть такого, которое уже не спонтанное, а более осмысленного. И здесь, как знаками такой ироничной игры можно привести в пример, например, Жанну Кадырову, одну из тоже удивительных наших художниц, которая работает как раз с объектами, и это ее такой традиционный прием, она работает с плиткой, с глянцевой поверхностью, создает с ее помощью такие монументальные объекты, с одной стороны, это какие-то мимолетные, но в данном случае это яблоко, огрызок яблока, что-то очень непотребное, очень мелкое, мелкое, не требующее вообще какого-то внимания, то есть не то, чтобы возводить его в рамки искусства, она придает ему форму и придает ему место, обозначивает для него место в историю искусства, переводя в объект. Либо вот Николай Ридный, который работает совершенно в другом, является он по образованию скульптором, но работает совершенно в других каких-то направлениях, работает как художник, и как социально-критическим каким-то контекстом, но вот этот объект из последнего проекта, который назывался «Документы», и здесь он обозначивает тоже вот этот момент монументальности бюрократической машины, то есть папки становятся неподъемными, и документы, которые в них хранятся, это нечто такое незыблемое, приобретающее характер, очень тяжеловесное, что-то очень тяжелое и неподъемное. То есть тоже как некий знак, тоже некий перевод из одного контекста в контекст искусства поднимает некий вопрос, ставит вопрос о том, насколько это может быть важным, может быть интересным, и вообще обозначивает эту территорию, на которой возникают эти вопросы. Это еще один проект Жанны Кадыровой, более ранний памятник памятнику, который был сделан на резиденцию в Шар, в городе Шаргород, и это тоже является таким знаковым, ироничным жестом, потому что здесь обозначен памятник, накрытый тканью, тканью. То есть это фактически любой, там может скрываться все, что угодно, любой человек, это в любую эпоху будет актуально, в любую эпоху будет важно, потому что то, что мы наполняем, то, каким смыслом мы наполняем это произведение, такой смысл оно и приобретает. То есть вот эта бесконечная коммуникативность жеста и смена каких-то лидеров, когда приходят одни, одна власть меняется абсолютно, какой-то визуальный облик города, герои меняются, другие герои, вот этому памятнику это не грозит, потому что за ним может скрываться все, что угодно. Любой герой, он автоматически уже попадает в это скрытое под тканью пространство. Еще один предмет, который это отвертка от конфеты, бумажка тоже такой объект, на который мы не обратили бы в привычном смысле внимания. Жанна возводит его до уровня искусства и обращает на него внимание. Вот это внимание, бесконечное внимание к предметной среде, к тому пространству, которое нас окружает, оно очень важно для современного контекста и для современного искусства вообще. То есть нету случайных деталей, нет того, что было бы ненужным, нет того, что могло бы пройти мимо. Но все-таки это то, что касалось традиционной формы, какие они претерпевают изменения. Что касается новых художественных стратегий, которые обозначивают художники, то здесь прежде всего следует отметить, что это политический акционизм и социально-критическое искусство, которое, собственно говоря, и вывело вот это новое поколение как некие самоорганизующиеся такие низовые инициативы. То есть это художники, которые сами организовывались некие группы. Причем это происходило одновременно в разных местах по всей Украине. Это было в Киеве, представленной группой РЭП, это было в Харькове Соска, в Херсоне Тотем. То есть это разные такие группировки, которые самоорганизовывались и создавали для себя некий контекст. И единственная стратегия, которая была, потому что, конечно, они не могли быть сразу как бы легитимизированы, признаны, и для этого должна пройти была какая-то временной отрезок, временная дистанция, то главная их стратегия – это выход и общение с социальным пространством. Собственно, это социальное пространство и давало им повод для их произведений и для того, чтобы создавать эти произведения. И это проект 2005 года «We Will Rap You», это проект группы РЭП, который расшифровывается как «Революционное экспериментальное пространство». И здесь художники, которых вы видите в белых одеждах на заднем плане за этими милиционерами, вышли на улицу. Это происходило 7 ноября, день, когда коммунистическая партия делала свой крестный ход, можно сказать. И рядом были национальные какие-то движения, которые устраивали свой, у них был свой какой-то митинг. И они вообще проблематизировали эту ситуацию, каких-то политических влияний, политических сил. Они вышли рядом, предложив альтернативную какую-то, свою альтернативную силу. И где предлагали свои лозунги, свой способ репрезентации, свой способ введения коммуникации. Говорили, что каждый человек художник, предлагали свое какое-то видение. Причем их не очень позитивно встретили. То есть это было достаточно провокативным жестом, потому что на них отреагировали не очень хорошо. И они их попытались даже устранить, убрать с пути, потому что они... Вот этот весь спектакль политический, который разыгрывается бесконечно перед каждыми выборами, они доказывали его абсурдность. Самим своим присутствием они вносили в это какой-то совершенно другой смысл. Они разбалансировали систему. С одной стороны, потому что наша привычная жизнь, наше привычное пространство, оно имеет какое-то одинаковое... Ну то есть есть множество разных способов, казалось бы, вариативность. Мы можем выбирать между какими-то стратегиями, между политическими силами, которые нам предлагают. Тем не менее, это не выбор, а это иллюзия выбора, потому что мы выбираем из двух зол меньшее, мы выбираем что-то, что не является собой какого-то на самом деле серьезного смысла. И художники, они, разбалансируя вот эту систему, показывают поливариантность, насколько альтернативным может быть мир, насколько еще много вариантов развития альтернативных таится за тем выбором, который мы можем сделать. Но мы делаем выбор в пользу либо одного, либо другого. То есть вот это властные стратегии, которые используют власть, они критикуют, и они предлагают нам обратить внимание на такие манипулятивные стратегии, которыми пользуется любая власть в любом государстве, предлагая такой третий как бы альтернативный путь. Это еще один их проект, он называется «Магазин Родина», и тут нужно, наверное, сказать, что наши художники, и каким образом, если в 90-х годах, в начале 2000-х мы все-таки находились в некем замкнутом пространстве и варились в собственном соку, и здесь были какие-то выставки, связанные, я думаю, что вам вчера рассказывали, Центр современного искусства Джорджа Сороса привозил сюда важных каких-то художников, и выставки Ворхола, и Кошета здесь были, и позволяли делать кураторские проекты и художникам украинским реализовываться. Тем не менее, это была герметичная ситуация, она была как бы внутри страны, они существовали так полулегально и для самой художественной сцены, и в международный контекст тоже попадали редкие единицы. Это поколение художников как раз на волне интереса к Украине в связи с революционными событиями, они, так как они в принципе вот этот вот социальный контекст, социально-критический контекст и контекст национальной идентичности вывели и сделали поводом для творчества, они стали об этом говорить, об этом размышлять, об этом думать, то понятное дело, что глобальному сообществу, которого интересуют вот эти моменты, какие-то рефлексы идентичности, рефлексия идентичности, они стали интересными. И эти художники стали очень активно быть востребованными на Западе. И западные институции регулярно приглашают их для того, чтобы они делали там проекты об Украине и рассказывали о том, какие противоречия существуют здесь и как мы себя чувствуем, как мы себя идентифицируем. Ну, причем это не властная, да, такая декларация, ну, государства, которое в нашем случае культивирует такие националистические, вот эти шароварские вышиванки и так далее. А это действительно критически осмысленный взгляд на те процессы, которые происходят у нас в Украине. И они проблематизируют вообще это пространство. Магазин «Родина», «Мазерлендшоп», проект, осуществленный группой РЭП, представлял собой, это происходило на выставке, на такой ярмарке некоммерческого искусства. И фактически то, чем они занимаются, это в мире называется некоммерческое искусство. То есть вы знаете, что есть коммерческая сцена, есть некоммерческая сцена. И вот все те тенденции, которые сегодня определяют искусство нашей с вами современности, оно как раз реализуется и происходит на территории некоммерческих каких-то практик. То есть не связанных напрямую с произведением искусства как товаром. Здесь они предлагают идею национального как некий товар, как национальное, которое в глобальном мире становится товаром, становится вот этой вот разменной монетой, которую предлагают и которую выдают за какой-то интересный жест, интересный код. И на этом они сталкивали вот эту историю с товаром, товарного искусства как, вернее национального как товара и вообще в принципе рыночную риторику, которая действительно занимается некой продажей. И тут было показано три видео. Одно из них было, представляло собой такой ролик об Украине с ее прекрасной природой, с какими-то калийной, вот это национальные такие какие-то классические наши представления о ней. Второй ролик, который я вам покажу, представлял собой рекламу украинских нелегальных работников, которая была сделана, читранией группы РФ, для польского... для Польши. У нас много обязанностей, очень много графика, и часто работаю до Пусть-на. Моя карьера понесе в гуру, но кошки домов и родителей, которую очень сильно занятыла. Оцены моего сына очень погасли. Я была взроспачена. Духа не могла найти с работниками, которые разрешили бы работать над нормой и не ждать за то душих денег. Кольцовка оборачивала помощь домовая с Украины. Сейчас, когда даже поздно вернемся до дома, все осталось в порядке. Пробовала. И вам рада то самое. По кое праплака? Какость за смешную цену. Украинцы, нелегальни работники. По-перше, pracуют ровно и добре. По-друге, не протестуют, не жадают ciąгле лепших вороноков. За невеликой оплату працуют в ночи. Не са убезпечени. Не поросите żadной ответственности. Прежде всего, са тајси. Не сдайте себе справи за всех залет такого працовника. Развязание ваших проблем это нелегалный, низко оплатанный украинец. То есть, понятно, да, о чем шла речь? О том, что украинский нелегальный работник это лучший выбор вообще, который можно сделать молодая, перспективная бизнес-woman в Польше. Потому что этот работник не будет ни в коем случае не бастовать, не требовать большей зарплаты. И, в принципе, очень аккуратный и хороший помощник по дому. И здесь вот этот такой жест сделан как в формате телемагазина, где человек и человеческий в общем-то ресурс предстает как элемент продажи, элемент рыночной экономики, товар, и предлагается как товар, и рекламируется, и без каких-то лишних подтекстов, несмотря на те декларации прав человека и ту риторику, и пафос, с которым Украина всегда говорит о себе в мире. И сталкивая вот эти два мира, то, что на самом деле является показателем нашего национального, и почему нас знают в мире, и ту национальную риторику, тут есть некое противоречие, властную риторику, риторику, которую предлагает государство, когда себя презентуют на каких-то мероприятиях, и нежелание этого государства как-то смотреть на себя со стороны критически. Рэп выполняет эту миссию, оно предлагает не будучи ни на чьей стороне, потому что они все равно остаются украинскими художниками, и для них важна ситуация, которая происходит здесь, и они очень много делают проектов в Украине, пытаясь реагировать и менять ту систему, которая на сегодняшний день сложилась. Еще один проект группы Рэп, который называется «Патриотизм», который они осуществили вообще в очень многих странах, не только в Восточной Европе, в Западной Европе, и объездили с ним множество выставок, это такое предложение или поиск универсального языка общения, в котором фактически язык искусства, он, конечно, является универсальным языком, поэтому это язык, на котором разговаривают разные страны, поэтому так интересны все глобальные форумы, которые происходят в искусстве сегодня, в разных частях мира, в этой венецианской беналии, документа, то есть это тот язык, который помогает нам понимать друг друга, узнавать друг друга и понимать, насколько наш мир разный, насколько мы по-разному мыслим, и представлять себя, и фактически все стратегии искусства, они продиктованы вот этой необходимостью как-то говорить о себе, найти адекватный способ говорить о себе и о тех проблемах, которые на сегодняшний день существуют, для того, чтобы быть интересными друг другу и общими силами решать какие-то проблемы. Так вот, этот проект «Патриотизм» тоже представляет собой некий поиск вот этих универсального языка искусства или универсального языка вообще, потому что он представляет собой некий набор символов, это такие эсперантские идеи, язык эсперанто, вы знаете, это искусственный язык, который очень прост, очень легок в изучении, там всего существует около 16 правил грамматических, которые благодаря которому на нем его можно выучить и разговаривать, он появился там в 19 веке, был разработан одним человеком, филологом, и это единственный такой искусственный язык, который существует на сегодняшний день в мире, и как бы предполагалась утопическая идея, что кроме родного языка будут общаться на языке, ну, мировое сообщество будет общаться на языке эсперанто, и вот это продолжение этих идей эсперанских, которые имеют под собой, вот есть некий словарь, да, словарь символов, который постоянно дополняется, который постоянно обновляется, и из этих символов, из этих как бы модулей группа рэп, исходя из задач, которые, да, и специфики места, и выставки, и задач, которые ставят перед ними куратор, они создают некое высказывание, да, то есть делая вот эту роспись на универсальном языке, они создают высказывание, которое может прочесть любой человек, потому что в любой стране мира с одной стороны у нас будут эти знаки и символы, с другой стороны перевод на тот язык, в страну, в которой они этот проект осуществляют. Этот, например, проект был «Искусство как подарок» осуществлен в Пинчукар-центре в Киеве, и представлял он собой некую институциональную критику, да, то есть будучи внутри этой институции, которой у молодых художников, да и не только у молодых художников, у всего профессионального сообщества есть масса вопросов, масса претензий и каких-то размышлений насчет того, как организована их деятельность и чем они занимаются. И вот им было предоставлено в группе рэп экспериментальное пространство, потому что там есть некое, ну да, такое было, по крайней мере, пространство, где происходили экспериментальные проекты молодых художников, там, собственно, и группа Соска делала проекты, вот, было предложено сделать группе рэп. И они внутри этой институции делают высказывания, которые критикуют эту институцию. И здесь у нас появляется еще один аспект, который тоже очень важен для понимания того, как устроена сегодня система искусства, это вообще система институций, потому что если искусство становится некоммерческим и оно пытается избегать диктата рынка, оно пытается избегать того, чтобы работать в каких-то традиционных медиа, там, живопись, да, или скульптура, которая продается хорошо и имеет успех на коммерческом рынке, они делают вот такие временные росписи, да, или работают с видео, или медиа, или вещами, которые не имеют материального воплощения, которые не имеют какой-то отсылки к эстетической проблематике в чистом виде для того, чтобы их можно было приобрести, купить и ими наслаждаться, то есть присвоить себе, они ведут диалог с миром, ведут диалог с обществом, то здесь становится проблемой, каким же образом этим художникам существовать. И этим художникам позволяет существовать разветвленная система институций, которая на сегодняшний день очень развита в западном мире. у нас это тоже начинает проявляться и давать свои плоды. То есть институции дают возможность художникам не думать о материальной стороне дела. Они предоставляют им деньги для того, чтобы они могли реализовывать свои проекты. И тут уже идет конкуренция не в материальном измерении, а конкуренция идей. и эти институции поддерживаются обществом. Они могут быть муниципальными, они могут поддерживаться какими-то владными, властными структурами, они могут быть при культурных центрах каких-то государств. Но они помогают художникам реализовывать их какие-то стратегии. И очень часто при подобных институциях существуют резиденции. Очень резиденции, которые приглашают художников из разных стран посетить какой-то город, институцию и напитаться тем контекстом европейским, который им предлагает эта институция и то место, куда они попадают, и сделать какое-то высказывание, либо не сделать его, а просто находиться и впитывать какой-то другой контекст. Почти все художники, о которых сегодня мы уже говорили или будем говорить, они не так много времени проводят в Украине. Они постоянно курсируют между европейскими странами, находясь в украинском контексте и беря здесь какие-то поводы для творчества. И то, что их волнует, то, что их задевает, то, с чем они себя ассоциируют, то, что является проблема их идентичности, они делают поводом для творчества и реализуют, исходя из того, что они видят и какой контекст они видят на Западе, и беря какие-то стратегии оттуда и привнося их в свой язык, в свою художественную практику. Это если мы вернемся к тем политическим акциям и проблемам, которые интересны, художникам и их выход до того, как появляются институции, которые дают возможности художникам функционировать и жить и делать свои проекты, не озираясь на художественный рынок и не предлагая этому рынку какие-то материальные объекты, они единственная возможность их реализации, так как они не принимаются каким-то официальным кругом, галерей или они еще не вошли в эту систему, которая позволяла бы им показывать и позволяла бы им напрямую встречаться со зрителем. Они выходят на улицу и начинают говорить с улицей и с обществом на понятном им языке. Они пытаются проблематизировать какие-то вещи, которые волнуют общество. они сталкивают эти вещи. Их очень важный компонент, их художественная программа заключается в том, что они пытаются быть понятными, они пытаются быть интересными, они пытаются коммуникативный аспект, то есть вовлеченность в некий контекст, не отвлеченное какое-то состояние маргиналов, которые существуют на периферии, активная включенность во всю социальную среду. Это то, что отличает очень сильно это поколение художников от предыдущего, потому что предыдущие были герметичны, они были замкнуты, они были сосредоточены на самих себе и на каких-то своих внутренних проблемах, на внутреннем содержании и на проблемах искусства вообще и размышлений об этом. Эти художники невероятно социальны, они пытаются говорить с обществом и не пытаются предлагать им какие-то идеи. Этот проект группы Соски 2006 года называется «Они на улице» и он представляет собой тоже такую некую провокацию, которая выбивает из привычного потока образов, то есть это 2006 год, огромное количество агитационной продукции со всех бигбордов, со всех на нас смотрели лица вот этих трех персонажей всем известных. Они эти берут и эти в масках этих людей, президента, которым на тот момент был Ющенко, премьер-министра и лидера оппозиции, который на тот момент был лидером оппозиции, выходят на улицы, но они фактически ставят, меняют местами, они выводят их на улицы как представителей самого низшей прослойки общества, бомжей, просящих подаяния. Подаяния в виде голоса населения, подаяния в виде кусочка хлебушка, подаяния вообще. Таким образом художники нам говорят о том, кто на самом деле является важным и что на самом деле является собой демократия и каким образом этим трем людям удалось перевернуть эту систему, систему ценностей европейского общества, демократического общества и показать, как она перестала работать или никогда не работала или возможно не должна была работать в наших условиях и на нашем пространстве. То есть здесь меняется контекст и вводится он в привычную среду, заставляя нас задуматься, заставляя нас среагировать на это и проблематизируя опять же вопрос связанный напрямую с политическими реалиями. Еще один проект Николая Ридного «Лежи и жди» и здесь уже какая-то личная судьба художника, личная проблема становится поводом для размышления о противопоставлении власти, то есть властной риторики, риторики, которая происходила в 2006 году, а тогда эйфория и очень большие ожидания возлагались на власть, которая постоянно декларировала, что вот-вот еще чуть-чуть и мы уже окажемся в Европе. И вот эти декларации наталкивались на суровую реальность, которая заключалась в том, что художник не мог выехать за пределы, не мог получить визу один за одним, получал отказы в визе для того, чтобы поехать в Европу на свою выставку. Собственно, эта акция происходила перед посольством Германии и получив очередной отказ, имея даже приглашение со стороны организатора выставки, он получает очередной отказ, отказ в паспорте и не может выйти, выехать за границу. При этом постоянно с экранов декларируется, что у нас все очень открыто, очень открытые отношения с Евросоюзом и нас там все очень ждут и как бы мы вообще чуть ли не в центре находимся мира. И вот этот единственный, он говорит Николай, ридный способ добиться своего, это вот лечь и ждать. И что он и делает, он ложится перед стенами посольства и встречает такое очень серьезное непонимание охранников, которые его убирают в понятное дело. И тут, конечно, сталкивается вот это институт власти и интересы отдельно взятого человека. И опять же проблематизируется этот вопрос. на фотографии вот это и написано, что это все потому, что я украинец. То есть и показывает он украинский паспорт с тем, чтобы показать, что такое отношение к нему не потому, что он Николай Алидный, не потому, что он художник, не потому, что он человек, который имеет какие-то свои убеждения или просто личность, которая как-то опасна. А это только лишь потому, что он украинец. И вот это столкновение одной риторики с реальной действительностью и с тем, что происходит, оно становится поводом для творчества, поводом для размышлений. Еще один художник, невероятно интересный Анатолий Белов, график прежде всего, но при этом имеющий огромный спектр интересов и создающий самые разные проекты и на территории живописи, ему также интересна музыка, кино, он пишет сценарии к фильмам, которые планируют сам снимать, но при этом его таким самым на территории искусства важным высказыванием, интересным высказыванием являются вот эти проекты, которые он осуществляет на улице. И это выклики, они представляют собой, это графика большого формата, который он выклеивает в разных частях города, который носит тоже вот это провокативное какое-то содержание и критическое высказывание по отношению к той действительности, которую он наблюдает. Этот проект называется «Почему мораль» или «Почему мораль?» «Почему мораль сегодня?» То есть вот эта относительность морали на разных ну то есть что мы не можем уже говорить ни о каких общечеловеческих ценностях, особенно когда речь идет о государстве и о его бюрократической системе, что там работают исключительно двойные стандарты и система откатов и разных стратегий, о которых мы все знаем. Здесь речь идет не столько о государственных каких-то вещах, сколько о сроченности государства и церкви, которые до сих пор хоть не на официальном уровне, но присутствуют и здесь тоже очень важен этот художник проблематизирует этот аспект, что даже такую среду религиозную эти проблемы, которые он декларирует, они не обходят стороной и тут происходит та же самая подмена понятий и дегуманизация ценностей. Гомофобия сегодня, то есть художники говорят о разных темах, о разных проблемах, которые волнуют их на сегодняшний день в обществе. И здесь безусловно та комиссия по морали, которая у нас бушевала на несколько лет и была недавно только упразднена, она ставит вопрос вообще отношения власти к существующим в обществе проблеме, потому что обращая внимание на то, что на какие-то вещи, которые на самом деле можно было бы упустить, роясь как бы в таком грязном белье общества, оно тем не менее упускало из виду очень важные и серьезные проблемы, которые действительно важны и присутствуют сегодня в Украине. Это проблемы гомофобии, проблемы ксенофобии, русофобии и каких-то национальных, националистических проявлений, радикальных проявлений. И все эти моменты как бы властью опускаются, либо возводятся даже в какой-то культ, либо поддерживаются. Вот эта стратегия шароварщины, которая была принята и поднята на щит, она почему-то ставится во главу угла и при этом нивелируются другие области жизни, которые имеют значение и которые важны. И Анатолий Белов обращается к теме гомофобии и чем это грозит вообще, если закрывать глаза на те проблемы, которые существуют сегодня в обществе. отсутствие лояльности и невозможность принять другого в общефилософском смысле этого слова. То есть этот проект, потому что он вот эти его выклики, которые существуют, он их делает по городу, причем не только в Киеве, но и в разных городах Украины, и во Львове они есть, и в Харькове, но при этом они пользуются, их нельзя исключить из общего контекста украинского современного искусства, и собственно вот этот, например, проект, то, что мы видим, это часть экспозиции выставки Центра современного искусства М-17, которая прошла в прошлом году, и называлась «Те, кто пришли в 2000-е», то есть он их показывает как на, как и такие произведения непосредственно сделанные для выставки, такие, такие произведения вот среди города, как, собственно говоря, здесь мы видим. Это еще один проект «Борьба и баланс», ну, тоже, который поднимает проблемы, шаткости каких-то убеждений и через такой язык искусства показывает, через язык образов показывает вот эту борьбу и единство противоречий, которые сегодня составляют какие-то реалии нашей жизни и то, как это происходит. Это тоже был проект реализован в рамках проекта ярмарки «Арт-Киев», которая проходила в 2010 году, в конце 2010 года в Мастерском арсенале в Киеве и большая часть была такая некоммерческая часть ярмарки, которая была посвящена стрит-арту и уличному искусству и, собственно говоря, поэтому эти проекты и появились в музейных стенах, которым является Мастерский арсенал. Еще один художник, который тоже реализует и работает с проблемами общества и пытается критически их осмыслять, это Стас Валязловский. Он был номинантом на премию Малевича. Это одна из таких влиятельных премий, наряду с премией «Пичу Карцентр», которая имеет свои особенности. Вот есть еще премия Малевича, которая обозначивает такие важные тенденции и учрежденные польским институтом. Но шансон-арт, что это такое? Это такие очень коллажные, смонтированные по какому-то коллажному принципу, обрывки из нашей действительности, которые Стас рисует простой шариковой ручкой на каких-то поверхностях, наволочках, футболках, на очень простом и доступном материале. И при этом все это выглядит, имеет такую эстетику, тюремную эстетику, которая, поэтому, собственно говоря, и шансон-арт, которая в себя включает образы и наших политиков, и какие-то критические высказывания по этому поводу, и какие-то обрывки фраз, и то, что он льется с потоком с телевидения. То есть Стас говорит, что для него это такая, это та реальность, в которой он существует, в которой мы пребываем каждый день, где нас бесконечно прокручивают в мясорубке насаждаемых нам смыслом, насаждаемых нам образом, которые впечатывают нам в голову, и мы не можем никуда от этого деться. И вот эта попытка найти в этом смысл, он даже не предпринимает попытки найти в этот смысл, он просто выливает это все на свои произведения. Но в этом есть действительно большой смысл художника, который все-таки ориентирован на коммуникацию, для которого важен аспект того, чтобы быть понятным, быть понятным, для того, чтобы его смыслы были считаны и были восприняты. Есть еще один такой, кроме вот этой направленности на решение проблем, хотя они, вот эта социальная ангажированность и желание быть, направленность на коммуникативный вклад такой, это является примечательным признаком вообще, ну, и характерным не только для украинского искусства, но и для мирового искусства вообще сегодня. И то, что я и для Алевтины Кахидзе тоже, потому что она тоже работает с социальным контекстом и пытается критически его как-то осмыслять, то есть находит те болевые точки, которые кажутся ей интересными, важными для озвучивания и для проблематизации и вынесения на территорию искусства и рассмотрения их там. Но вот эта новая субъективность, о которой здесь идет речь, это то, каким образом она пытается доставать эти вещи, не декларируя, не просто декларируя и сталкивая их в одном пространстве, как делает это, например, группа рэп. Она представляет свое личное, субъективное мнение, не выдавая его ни за что другое. Последние ее проекты, которые она реализует, они реализуются в жанре перформанса, которые, кстати, вот эти стратегии, которые используют молодые художники, они представляют собой акции, они представляют собой перформансы, они представляют собой искусство прямого действия, прямой включенности, прямой ангажированности и взаимодействия со зрителем, с обществом. Они выходят на улицы, они вовлекают людей в свои проекты. То есть вот это живое такое общение очень характерно для молодого искусства. И Алевтина Кахидзе последние свои проекты делает тоже в жанре такого перформанса. И проект, про который я бы хотела поговорить, кажется, мне тоже очень важным знаковым и интересным, потому что он поднимает несколько слоев и проблем, которые есть сегодня в украинском искусстве. Я опаздываю на самолет, на который опоздать невозможно, он называется. И этот проект был приурочен открытию новой грантовой программы фонда Рената Ахметова развития Украины. Она называется Ай-3 и предоставляет возможность самым, ну, не только институциям получать гранты под свои проекты, но и отдельным художникам, предоставляя, оформляя заявку и предоставить, то есть конкуренция идей на уровне грантовой программы, да, которая напрямую выдает деньги под реализацию какой-то идеи. И этот проект был осуществлен как презентация этой грантовой программы и имел в себе множество каких-то таких коннотаций и для самого фонда, как самолет, на котором художник может полететь к реализации его замыслов, да, но для нас это важно прежде всего потому, что он имел значение еще и для украинского искусства в принципе и стал знаковым. Он был продолжением такого проекта, когда Алектина написала письмо трем богатым людям Украины, в котором она написала, что она является художницей очень искренней, очень субъективной, очень такое трогательная. Она художница и она может фактически нарисовать все, то есть ей доступен любой жанр, любой вид, все, что она видит, она может нарисовать. Единственное, чего она не может сделать, это нарисовать землю из окна своего личного самолета. поэтому она в этом письме просила людей, вот этих трех богатых людей Украины, среди которых был и Ренат Леонидович, нарисовать для нее этот вид из окна, потому что это может сделать возможность имеют только они. Этим проектом она, конечно, безусловно, проблематизировала такое, она послала их, эти письма были посланы в красивых коробках, доставлены своим адресатом, и здесь она проблематизирует проблему частной собственности и того, что может быть присвоено, что не может быть присвоено, что такое, кем является художниками является, чем является произведение искусства, ну и масса-масса других каких-то проблем. И тогда она не могла себе представить, что этот проект найдет свое продолжение, потому что Ренат Ахметов, пусть не прямо, но как-то опосредованно услышал художницу и предоставил ей свой самолет в распоряжение, для того, чтобы она самостоятельно могла нарисовать, он ей подавил самолет на какое-то на время полета. Она получила его частный самолет в свое распоряжение и могла полететь на нем куда она хочет, это лимитировалось только временем, и нарисовать вид из окна. Это было обставлено как перформанс, это были позванные журналисты, была сделана подготовительная работа, собственно говоря, Алевтина выступила здесь как художница безусловно и она следовала всем стереотипам, которые есть у нас по отношению, когда мы слышим слово художник, когда мы слышим все ассоциации, которые у нас возникают, когда мы говорим о художнике, она здесь воплотила. Она пошила себе костюм с бантом, на котором было написано я опаздываю на я запизняюся на летак на кину, может, его запизнитесь. Она сделала тубус, где хранятся либо холсты, либо бумага с карандашом и, собственно говоря, приняла решение, что она должна попасть в аэропорт, вылет был из аэропорта Жуляны, не на частном автомобиле, а на общественном транспорте, как это и полагается человеку ее социального статуса. И она пошла, взяв с собой одежду, причем у нее было два комплекта одежды, потому что она предполагала, что в самолете ей нужно будет как-то переодеться. И, в общем-то, она пошла и вот прошла свой путь, села на маршрутку. Она правда опоздала на 15 минут, она неся за собой вот этот флер того, каким должен быть художник, каким мы видим, каким он есть в представлении вообще украинцев и нашего контекста, и может быть не только украинцев, а в какой-то нашей человеческой традиции, общечеловеческой. И приехав в аэропорт, очень много журналистов ее встречало, очень много журналистов поднялось на борт, они все время пытались как-то ее спросить, как ты будешь рисовать, чтобы им же нужно было снять то, как она это рисует. И в итоге она, конечно, следуя всем этим стереотипам, ничего не нарисовала. Она не создала рисунка, потому что и чем повергла всех, конечно, в страшный, в страшный вообще обрушив на себя гнев всех людей, потому что на следующий день была презентация в виде перформанса, в жанре, в котором она работает, перформанса, лекции, презентация собственно того, что происходило, и было доступно только журналистам. И она сказала о том, что вот, я вот, она очень долго рассказывала о том, как она подымалась, как она сшила себе костюм, какой он должен был быть, почему он такой, а не другой, что она взяла с собой, как она ехала, как она села в самолет, как она вот пролетела над ним, как она, это очень личностно, рассказывалась очень так со своей субъективной такой позиции и очень трогательно. И при этом она сказала, я ничего не нарисовала. И в тот момент, когда это было представление одновременно грантовой программы i3, и в тот момент в зале находилось очень много людей, но это были не случайные люди, не просто зрители, которые случайно увидели перформанс-художницы, а такие представители профессионального сообщества, которые знакомы с историей искусства, которые понимают вообще, о чем может идти речь и с чем является произведение искусства. Они были, это были люди, работники музеев, работники разных художественных институций, и все они как один обрушились на Левтину с вопросами, что она шарлатанка, и как вообще можно назвать себя художником, и ничего не нарисовать, могла бы нарисовать. И вот началась такая дискуссия, которая вообще проблематизировала того, чем тот вопрос, чем является произведение искусства сегодня. Есть ли это материальный объект, есть ли это что-то нарисованное, что бы изменило, если бы она нарисовала эту землю с высоты, чем является произведение искусства в конкретный отрезок времени, промежуток времени, в котором мы сейчас находимся, потому что мы знаем, что на протяжении истории искусства произведением искусства считались очень разные вещи, и очень разные вещи включались в контекст искусства, который мы сегодня не можем так поступить, и не включаем это в систему функционирования искусства. Это были и материальные, и нематериальные вещи. В общем, подняв на поверхность весь вот этот арсенал каких-то вопросов, которые связаны с бытованием искусства на сегодняшний день в Украине. При этом она представляла это как некое субъективное видение. Но через эту субъективность прозирает очень важные, очень серьезные вещи. И сталкивая вот эту субъективную позицию и те стереотипы, с которыми она работает, представляя эти стереотипы, выпячивая их, и показывая их, и говоря о них, она вызывает в нас какую-то ответную реакцию. И понимая свою реакцию, понимая, как мы реагируем на вот эту провокацию художницы, которая, ну, мы общаемся с ней как человек и художник, как Алевтина и Оля, то есть мы вступаем в некую очень прямую коммуникацию, но она эту коммуникацию обустраивала, вводит нас в некое заблуждение и заставляет нас понять, каким же образом мы реагируем на те или иные конструкции, на те или иные ее субъективное видение, когда она называет себя не просто Алевтиной, а когда она называет себя художницей, и когда она свои просто личные размышления называет перформансом и выводит в контекст искусства. Это тоже такой один примечательный, очень важный момент. Еще один ее проект называется «Самый коммерческий проект», и он представляет собой такую тоже уникальную, интересную позицию, потому что Алевтина пребывала очень долгое время, она тоже большое количество времени, раньше проводила на зарубежных резиденциях и подолгу бывала за границей, училась там, и она сделала, ее проект называется «Самый коммерческий», потому что когда она понимала, что ей очень нравится какая-то вещь, обладание какой-то вещью, ей необходимо и очень хочется, то, что обязательно всегда случается с человеком, который погружен в наше общество потребления, который является представителем этого общества, и она моментально, будучи художником, рисовала эту вещь, будь то сумочка в Луи Витон, или балетки, или какие-то туфельки, или кресла, или что угодно, или картины, произведения искусства, Энди Уорхол, она ее рисовала, и это позволяло ей обладать этой вещью, потому что и вот этот желание, оно нивелировалось, потому что эта вещь у нее уже есть, она ее нарисовала в нарисованном виде, но почему это самый коммерческий проект, потому что она приравнивала этот рисунок, ну то есть стоимость реальной вещи к стоимости рисунка, здесь у нас поднимается множество самых разных вопросов о проблеме истинной ценности вещей и ценностей искусства вообще, потому что когда мы рассматриваем произведение искусства как товар, когда оно поступает на рынок и когда оно функционирует как товар, мы фактически приравниваем его к объекту материальной культуры, к любому объекту, который может стоить столько же дорого, какой-нибудь дизайнерский стол может стоить столько же, сколько произведение великого художника, которое на самом деле бесценно, которое является очень важным этапом истории развития искусства и развития человеческого сознания и развития мышления человека вообще. И вот когда мы приравниваем эти две вещи, мы не задумываемся об этом. В произведении искусства функционируют на рынке как бесконечно вращаясь и становляясь объектом желания. Тем не менее Алевтина здесь проблематизирует ту очень важную суть, которую мы упускаем в этот момент из виду. Мы забываем о том, что у произведения искусства есть другая символическая ценность. Эта символическая ценность становится поводом для того, чтобы у него возникла цена. Ставля знак равенства между материальным объектом и произведением искусства мы убираем эту историю. Мы отказываемся от собственной истории и от значимости произведения, которое собственно и делает его важным, и делает его ценным, и делает его настолько дорогим. То есть вот этот перевод из одной системы ценностей в другую, из символической капитала, в материальный, в реальный капитал, в этом проекте очень хорошо обозначивается. Еще одна стратегия, которая важна для художников, это самоосознание, самосознание и идентичность, которую они фиксируют. И это тоже происходит через какую-то трансляцию личной истории и какого-то личного взгляда, но попытка через это личное усмотреть какие-то важные аспекты, которые существуют сегодня в пространстве нашей жизни и обратить внимание на какие-то те вещи, которые важны для нас сегодня. Это проект, который был осуществлен в рамках резиденции, на которой побывали Лада Наконечная и Иван Базак. Она называется «Две истории и три мира». И они поочередно были на резиденции и затем сделали такой совместный проект. Полгода они жили в Лейпциге. И здесь Лада делает несколько таких высказываний. Когда например вот этот проект открытки называется и она примиряла на себя роль я зацитирую. Она говорит, что я примиряла на себя роль працивника и каждый день механично створювала по малюнку изображениями швейцарских пейзажей, працюючи с 8 до 17. Это стандартный рабочий час в Швейцарии. Потом я так само працювала в Украине, малюючи украинские краеведы. Под малюнками напис соответственно до места створения. Зроблена у Швейцарии дата 9 рабочих годин, середняя вартость за годину 35 франків, загальняя вартость 315 франків. Та зроблена в Украине дата 8 рабочих годин, середняя вартость за годину 13 гривень, загальняя вартость 104 гривни. Ставя себя будучи художником ставя себя на место работника лада избирая стратегию работника ставит себя в условии не когда она работает как по вдохновению когда на нее сходит какое-то а когда она ставит в очень жесткие рамки в которых находится любой человек живущий на территории Швейцарии или Украины и насколько не большая разница один и тот же труд оплачивается по-разному на территории Швейцарии на территории Украины и какой это люфт дает для манипуляций и для транснациональных корпораций которые в одном месте могут создавать работы в другом месте продавать потому что продавались эти работы открытки из Украины продавались по 104 гривны открытки из Швейцарии выполнены одним и тем же художником на одну и ту же тему в одной и той же технике продавались за 315 франков и тут как бы очень важен не просто медиум не просто то что изображено на работе а то с какой целью это изображается и то что стоит за этим и то концептуальное объяснение которое важно для художницы это тоже почему называется выставка две истории три мира потому что две истории это две личных истории Лады и Ивана две истории которые развиваются которые есть у Украины и у Швейцарии потому что здесь как раз вот это противопоставление одного мира и другого в рамках Земли в рамках нашей одной планеты есть абсолютно два разных мира которые живут по абсолютно разным принципам в которых люди имеют совершенно разный статус и совершенно разные условия и жизни и работы и это совершенно выбивается из общего когда ты начинаешь об этом когда ты начинаешь об этом размышлять и думать и три мира потому что три мира и есть еще третий мир к которому относится Украина но здесь они как разводят это на разные полюса так и сводят потому что несмотря на то что очень разный уровень жизни очень разные проблемы у этих людей тем не менее есть вещи которые их объединяют и здесь две поставленные рядом облокоченные друг на друга плоскости на одной из которых написано что работник завода почти год не получал зарплату и его нашли на кухне то есть он умер из-за того что он не смог прокормиться и это стало причиной его смерти с другой же стороны написано что он повесился в тратах больше часты на своих миллионев и это то что произошло в Швейцарии в девятом году а то в девяностых годах в Украине и здесь художница сопоставляя эти два мира говорит собственно говоря об одной проблеме об отсутствии денег или о том что стало причиной их как это подействовало на человека что отказ от денег от материальных каких-то благ отлучения человека от материальных благ оно стало поводом для его физического ухода из жизни то есть есть что-то что человек все равно остается человеком и в тех и в других условиях но поводом для поводы у них совершенно разные и ту и другую историю Лада воспроизвела из уст очевидцев то есть она услышала ее и от человека который знал работника завода в 90-х годах и от человека который знал в Швейцарии миллионера повесившегося когда он их утратил это тоже часть проекта и здесь Лада изображает дерево и она вспоминает что у нее в Украине что есть вот эти два мира и полярность на самом деле она может быть и объединяющей и она на самом деле не так далеко эти миры находятся друг от друга потому что она вспоминает что у ее бабушки росло дерево и это дерево росло прямо на границе с соседями участка на границе участка с соседями и часть веток приходилось на сторону соседей и часть веток приходилось на сторону собственно их семьи и две семьи собирали урожай с одного дерева то что падало на часть бабушки собирала их семья то что падало на часть соседей собирали урожай соседей то есть вот это то что позволяет сосуществовать этим людям то, что позволяет им жить в одном пространстве и уживаться вместе. И каким образом это возможно, и это дерево выступает некой идеей, каким-то символом того, как можно взаимодействовать в рамках одной страны, не только одной страны, но одной планеты. Иван Базак предложил другую концепцию, она тоже вплетается в логику его поисков, художественных поисков. Это в рамках одного проекта было реализовано, и его проект представляет собой тотальную инсталляцию, которая состоит из вот таких световых элементов. Эти световые элементы и проекции, которые меняют свой цвет, они помогают нам увидеть те вещи, которые для нас всегда являются скрытыми в выставочном пространстве. Когда мы попадаем в выставочное пространство, для нас мы редко смотрим на окружение, редко что-то становится поводом для рассмотрения. Мы все-таки больше, наш взгляд прикован к самим работам и попытке осмыслить эти работы. Здесь Иван все, весь контекст, все пространство включает в работу, и для него важно все, включая трещинки на полу. И вот эта хореография человека, который перемещается и становится тоже частью произведения, и что все заслуживает внимания, весь предметный мир, все, что нас окружает, заслуживает внимания, вот это становится такой лейтемотивом и главной какой-то идеей произведения. И меняющиеся пространства и вибрирующие какие-то смыслы, которые здесь проживаются, здесь и сейчас. Еще одна тоже стратегия, которая направлена на самоопределение, на столкновение, на показ каких-то двух миров, это та же группа РЭП и их проект Евроремонт в Европе, осуществленный тоже в 2010 году, и он представлял собой тоже такое столкновение несопоставимых вещей. То есть, с одной стороны, здесь наше представление о прекрасном жилище, о евроремонт, это синоним чего-то очень такого красивого и того, что приближает нас к мечте о Европе, о том, где мы можем оказаться, о том, какой она должна быть, но при этом осуществляя это, это было в Мюнхене, в Германии реализовано, осуществляя это на территории, собственно, Европы, которой мы пытаемся приблизиться и которой мы подражаем, это вводит нас в очень стойкое противоречие, потому что Европа никогда не знала такого ремонта, то есть, это никогда не было ее какой-то визуальной карточкой. То есть, вот это сталкивает миф с реальностью, и то, как мы представляем себя, то, как мы представляем наши какие-то представления и идеи о том, какой должна быть жизнь и какой она на самом деле есть, и это все, ну, противоречие, это есть продукт нашего воображения, продукт наших очень таких условностей, условного обозначения желаемого. То есть, здесь напитано на самом деле больше наших ожиданий, чем того, чем на самом деле является европейский контекст. И этот проект представлял собой не просто созданный элемент интерьера, созданный дизайнером специально по заказу группы РЭП, но и такой исследовательский момент, потому что они взяли ряд интервью у дизайнеров и спросили у них, чего хотят заказчики, что они подразумевают под словом евроремонт, как они это видят, как это они транслируют. И вот этот код, как он проявляется на, ну, вот, собственно, в реализации этого пространства, в оформлении этого пространства. Еще один проект Лады Наконечной, который был реализован в публичной библиотеке в Лейпциге, да? В Лейпциге, и это прекрасная совершенно роспись, она сделана на месте, где раньше висел ковер, и, ну, сделана простым карандашом. То есть у Лады это создание этого такого монументального, да, произведения заняло больше трех месяцев. И как каждодневной работы с восьми до шести вечера, то есть такого усердного, серьезного труда. И, безусловно, этот проект не является просто, ну, способом украсить пространство. И тут мы видим, насколько какие-то традиционные, да, стратегии, которые традиционно используют искусство, здесь превращаются в некий носитель смысла. И изображение играет не такую важную роль, как вообще то, что она его делает, и что в этот момент, что она вкладывает в создание этого произведения. Она провела почти три месяца в молчании, потому что работа в библиотеке, она предполагает это молчание. Это молчание позволит Лайей осмыслить очень много, очень много вещей, которые составляют вообще труд художника, да, которые стоят за этим трудом. И что это означает. При этом эта роспись, ну, или даже созданная очень-очень детально, тут можно увидеть, насколько это скрупулезная работа, и сколько карандашей было вообще сточено во время этого гигантского, создания этого гигантского произведения. Тем не менее, Лада не хочет, чтобы это произведение как-то было законсервировано, чтобы оно покрылось там слоями лака и было создано на века. Она хочет, чтобы... И она вкладывает в это совершенно определенный смысл, который говорит, приравнивает произведение искусства к знанию. Знание, которое является публичным и которое принадлежит всем, которое невозможно присвоить до конца. И она говорит о том, что если эта стена будет существовать, и что все механические повреждения, которые будут претерпевать эта работа, они очень важны. Если она когда-нибудь будет разрушена, это будет жизнь этого здания, этого искусства и этой стены. И они неразрывны друг от друга. Эту стену невозможно купить, ее невозможно присвоить. Точно так же, как знание, оно не имеет смысла, если ты единственный, кто им владеет. И вот этот момент важности, который дает знание, который дает произведение искусства, который позволяет перейти на какой-то другой этап, на какую-то другую ступеньку развития, это то, что стоит за этим произведением. То есть рассматривать это и деконструировать можно на разных уровнях, анализировать это произведение. Само построение композиции, ту перспективу, которую она дает. То есть она создает в пространстве, то есть стена, которая является фактически ограничением, она дает перспективу и уводит нас в иллюзорное пространство. То есть она расширяет его, причем расширяет до бесконечности. То есть она создает еще одну сферу, где мы можем находиться. Это пространство знаний, это пространство общения, это пространство взаимодействия, взаимодействие, которое одновременно рождается благодаря искусству и благодаря знанию, которое дает книга и библиотека. Еще одна стратегия, мы уже, я понимаю, что вы устали, я тоже устала, но мы буквально еще две маленьких стратегии. Это уличное искусство и то, что непосредственно выходит на улицы. Понятно, что когда нет вот этой практики институализации и практики выхода за реализацию художника в каком-то традиционном художественном контексте, то улица и прямое взаимодействие с зрителем, она является таким, ну, очень важной стратегией, которую можно реализовать вот здесь и сейчас, очень буквально. И Гомер, который как раз получил премию Малевича, уличный художник, который также является и фотографом, занимается фотографией, он вскрывает и через вот эти вот столкновения в нашей бытовой реальности, то есть не в контексте искусства, когда мы уже изначально попадаем в пространство, населенное некими смыслами, и мы уже пытаемся извлечь эти смыслы, попадая на территорию галереи или музея, то есть мы приходим за этим на территорию искусства. Когда искусство попадает на территорию улицы, у него совершенно другие задачи, совершенно оно должно иметь и другие характеристики для того, чтобы активировать, активировать, а задачи остаются прежними, да, активировать в нас какую-то мысль и желание задуматься, поразмышлять и увидеть, ну, расширить, да, какую-то реальность и горизонт. И здесь стратегия уличного искусства, она как раз направлена на вот эту даже неосознанное, да, но считывание смыслов. И точка зрения, да, написано, ну, просто, просто точка зрения. И понимай, как хочешь. Здесь вырезан фрагмент из рекламы, ну, рекламы такой, ну, социальной об Украине, где вот эта национальная наша, ну, вот та самая риторика, которую критиковала группа Рэп в магазине Родина, то есть ассоциация с полями бескрайними, с подсолнухами, голубым небом, калина, ну, то есть масса-масса штампов, которые мы с вами прекрасно знаем. Вырезан фрагмент, и у нас получился такой прорыв, да, то есть выход в беспредметное, выход в другое пространство и возможность вставить туда любой образ из своего сознания. И, ну, то есть ассоциация с какими-то авангардными решениями художников начала XX века. Тоже такие весы с узнаваемой символикой, да, кот в мешке, наверное, да, то есть это то, с чем мы сталкиваемся в повседневной действительности, и это может натолкнуть нас на размышления, может нет, но это, безусловно, является как бы частью городского пейзажа, и вписано в… то есть декорациями для такого искусства становится пространство города. Еще один художник – Одессит Эппл 315, который уже долгое время работает… А, вы тоже его прекрасно знаете, потому что он работает в Берлине и в Донецке в последнее время, ну, благодаря как раз изоляции. И, ну, у него другая такая стратегия, у него очень активный, то есть не столько концентрация смысла и попытка зацепить человека содержанием, да, или когда он… как у Гомера, а все-таки направленность на какую-то визуальную аттрактивность и визуальную экспансию, и у него очень такие агрессивные образы, и он их размещает в самых разных и неожиданных местах, в том числе на поездах, потому что для него очень важно, что эти поезда, они курсируют, товарные, да, поезда, они курсируют по всему миру, и… не по всему миру, но у них есть какие-то маршруты, но тем не менее они не находятся в одном месте, и поэтому, переезжая с места на место, больше людей могут их увидеть, и те люди, которые проезжают мимо в другом поезде, и те, которые видят их на остановке. То есть все это позволяет жить произведению и иметь другой жизненный цикл, чем то произведение, которое, например, находится в галерее, покупается и сразу попадает кому-то в коллекцию, и больше его никто не видит. Эта работа как раз создана… тут очень хорошо виден его такой язык, и интересные визуальные эффекты, которых он добивается, но эта работа создана как раз для пространства галереи, потому что художник, граффитист и вынужден в любом случае делать как работы в пространстве города, которые носят его, да, создают ему какой-то характер, и работы, которые включены в вот эту систему функционирования искусства, как в галерейное пространство. И последняя такая наша тема, которая очень… стратегия, которая очень тоже не развита вообще на самом деле в Украине, и здесь есть много разных сложностей, тем не менее это новые медиа, и попытка художников работать с новыми технологиями, и в новом каком-то качестве извлекать какие-то эффекты из нетрадиционных, того, что предлагает арсенал дигитальных и цифровых медиа. И здесь, ну, как мне кажется интересным, творчество группы Убик, и не в последнюю очередь, потому что я тоже являюсь одним из участников этой группы, которые занимаются такой теоретическим оформлением их проектов, и здесь один из таких важных проектов, которые были реализованы в прошлом году, это была арт-лаборатория в Березницке and Partner Gallery в Киеве, она длилась четыре недели, каждую неделю художники создавали какой-то новый эффект в пространстве, фактически они работали с пространством, они работали с аналоговым пространством, с реальным пространством, но тем не менее они делали это так, как если бы это было виртуальное пространство. Мы поделили всю галерею на такие, нанесли сетку, да, вайрфрейм такой, с которой можно работать и преобразовывать. Это был такой первый этап. Далее началось само преобразование, то есть задача была проанализировать пространство так, если бы оно было нереальным. И начали создавать такие эффекты, то есть всю вторую неделю мы занимались двухмерной плоскостью, и то, что можно сделать в пространстве двухмерном. Третью неделю появился объем, и те вещи, которые можно, чем можно заниматься, да, как пространство преобразовывается, когда в нем появляется вот это третье измерение, третья ось. И четвертое — это было время, то есть когда появилось уже видео, и появилась некая возможность развивать изображение во времени. то есть понятно, что вот эту сетку, да, которая была нанесена, и она изменялась, изменяя таким образом и восприятие пространства. Это те просто образы, которые, и те объекты, которые можно было увидеть только, ну, которые развиваются во времени, да, то есть если те по фотографиям еще можно просканировать, то эти как бы лучше увидеть на видео. И тут, собственно, в этом проекте речь идет скорее о том, как меняется наше восприятие пространства и наше взаимодействие с пространством, когда в него включаются вот эти новые медиа, и когда есть новое средство взаимодействия, да, новое пространство взаимодействия с ним. То есть понятно, что это плоскость, абсолютно ровная плоскость, где создается иллюзия того, что есть глубина и есть пространство. И вот эти манипулятивные все стратегии, которые в этом виртуальном пространстве очень активно работают, они должны быть ясными, они должны быть прозрачными. То есть мы должны все их освоить для того, чтобы наше нахождение в медиапространстве, оно было адекватным. И художники как раз и занимаются этим, они акцентируют внимание на тех возможностях, как можно преобразовывать наше реальное пространство, исходя из тех инструментов, которые нам сегодня предоставляют виртуальные и цифровые медиа. Такой объект тоже. Вот это фоторамочки, где тоже были элементы и фрагменты изменения. Но все это работало как арт-лаборатория в режиме реального времени. То есть художники постоянно преобразовывали это пространство, и зрители приходили не на законченный этап, а во время. Они были свидетелями того, как все это развивается, как все это происходит. И могли принимать непосредственно участие в самих этих изменениях. Еще один проект – это, собственно, эти рамочки. Сейчас мы дощелкаем до конца. Это то, как вращающийся материальный объект и реальный объект, который тоже создает иллюзию пространства. То есть это иллюзорное, это просто нарисованная вращающаяся фигура, которая создает иллюзию объема. Ну, как это, собственно говоря, должно выглядеть? То есть это видеопроекция и то, каким образом в виртуальном пространстве, которое находится в реальном, которое помещается в абсолютно наше реальное физическое пространство, как они взаимопроникают друг в друга и как возможности, которые есть в виртуальном пространстве, меняют реальное. Собственно говоря, это такие простые движения, разложенные на элементы взаимодействия, потому что виртуальное пространство позволяет изучать и наш какой-то реальный предметный мир более детально, более осязаемо. Я тогда подведу маленький итог, сказав, что вот это новое поколение художников, которых мы сегодня увидели, они, безусловно, вписаны в мировой контекст. И все эти тенденции, которые я сегодня озвучила, это являются не специфическими украинскими какими-то находками, хотя они вызваны к жизни, конечно, украинской действительностью, украинскими реальными. Тем не менее, они очень... Этот язык, он универсальный, он читается и он востребован на всем пространстве, в мировом пространстве. И это дает нам как раз повод думать о том, что мы можем перейти на какой-то качественно другой уровень и увидеть себя на самых главных форумах. И украина будет очень достойно представлена... Украинское искусство будет интересно и достойно представлено в мире. Редактор субтитров А.Семкин